А спонсор сегодняшнего видео сервис ЛФ Групп, пожалуй, лучший сайт для поиска игроков. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео. Совсем скоро стартанет 4 сезон, 3 августа. Осталось совсем немножко дней. И что у нас получается? Будут доступны все три рейда. Лута оттуда очень и очень много. Как мы помним, с мифической сложности будет падать 300 четвертого итем левела, какой-либо предмет. И, само собой, аксессуары будут иметь повышенные цифры в плане своей эффективности. Но эти цифры нужно немножечко дополнительно отбалансить. Этим занялась компания Blizzard довольно-таки недавно. И появилась небольшая статейка, в которой видны абсолютно все изменения многих тринкетов. Не всех, многих. Как мы знаем, два слота под аксессуары имеются у наших персонажей. И надеть нужно, само собой, самые сильные аксессуары. Какие-то в Solo Target себя хорошо показывают, какие-то в OOS сценарии. А какие-то аксессуары, сколько их ни бафа, и все равно кусок, ну вы сами понимаете чего. Потому что просто-напросто неудобны в своем использовании. Давайте ознакомимся с полным списком правок этих изменений. Сезон номер 4. Аксессуары и исправление различных предметов. Много рейдовых аксессуаров бафнуто. Но давайте смотреть, давайте изучать. Сразу же, что у нас имеется. Две строчки про текущие мифик плюс тринкеты. Это танковская чешуйка с той стороны и кубик с той стороны. У нас получается у чешуйки минус дэмэдж, минус абсорб, дающийся нам, на 25% уменьшен. А у кубика то количество вторичного стата, которое дается игроку, уменьшено на 25%. Все мы знаем, как работает кубик. Он дает либо вторичный стат, либо там вешает экзекуточку в таргет, либо хилит жестко, либо ману заливает хилу, что довольно-таки интересно на каком-нибудь там освоении, да? Когда ты хочешь получить вторичный стат, а в итоге мана заливается хилу. Теперь такого не будет. Кубик мы скорее всего снимем довольно-таки быстро, по той причине, что эффективность его будет сразу занижена. Компания Blizzard реально хочет просто-напросто, чтобы мы переоделись в новые вещицы, чтобы мы дропнули что-то новое, что-то, например, апнутое из списка ниже и заменили старые тринкеты, которые у нас уже имеются. Кубик, чешуйка. Эти тринкеты носят большое количество дамагеров, большое количество танков, поэтому собрали статистику и понерфили. Ладно, ладно, хорошо. Далее, рейдовое оружие. Sanctum of Domination. Тот. А, светилище господства. Увеличен дропрейт у ножика для разбойников, а также у лука для охотников. Ну, могу немножечко пошутить. Любое число, умноженное на ноль, будет ноль. То есть, сколько раз увеличили дропрейт, вопрос реально хороший. Также One Hand Maze, одноручную дробяшку, повысили, апнули с гробницы предвечных. И немножечко повысили эффективность у щитка с гробницы предвечных. Хорошо. Далее, рейдовые аксессуары. Разбито все по рейдам, по названиям, также написано баф или нерв. Четыре тринкета с замка Нафрия, бафнуты. Будут ли их юзать, вопрос реально хороший. Далее. Sanctum of Domination. Цветилище, господство. Декантор увеличен на 10%. Стат, окей, хорошо. Далее. Душа Старого Война. Это реально стоит обсудить. Хаста, дающаяся за каждый стак, уменьшена на 10%. А тринкет высочайшего этом левела будет иметь, не помню, то ли 320, то ли 330 хасты. Что получается? Теперь просто-напросто он будет выдавать около 300 хасты. Ну, там, 290, окей. Не хочу детально подсчитывать до циферки. И разве тринкет после этого станет слабым? Нет. Его таскали 259-й. Ну, да, это таскали его по той причине, что тринкеты 278-е, 285-е не такие сильные. Но будет ли этот 10% нерв существенный по сравнению к новоапнутым тринкетам с гробницы? Вот это вопрос хороший. Потому что, потому что, если глянуть в гробницу предвечных, то можно увидеть, что цепи господства, а также руну, которая падает с тюремщика, и тот и тот тринкет, их подапали, существенный ли этап для них? Обгонят ли эти бафнутые тринкеты за нервную душу? Вопрос хороший. Моё мнение, то, что душа сильный тринкет до сих пор. До сих пор душа сильный тринкет. Несмотря на этот нерв. Но, как говорится, посмотрим на практике. Также тут и другие разные тринкеты бафнули. Но то, что апнули сердце роя на 15% дэмэдж, это смех. Тринкет как не юзался, так и не будет юзаться. Я не знаю, короче, кому эти цифры написаны, для чего они вообще это сделали. То, что они решили чуть-чуть переделать партитуру, это смех. То, что они решили переделать колокольчики с гробницы, это давно пора. Объясню мем этого тринкета. Суть тринкета в том, то, что когда вы атакуете, на цели, которую вы бьете, накапливаются стаки. Когда накапливается 100 стаков, то происходит прок. Но эта цель может умереть до накопления 100 стаков. И прока не произойдет. Тринкет, то есть, в никуда просто-напросто уйдет. Круто? Да нет, не особо. Теперь же просто эти стаки, эти эффекты, будут накапливаться на игроке. Примерно как брон у кири. Накопили стаки, произошел выход мопца у кири. Это брон при 75 стаках вылезает. А тут при 100 стаках вылазит, ну, тоже какая-то зверушка, что-то там происходит. В общем, тринкет как не юзался, так и не будет, скорее всего, юзаться. Вот и все, что нужно знать об этой статье, об этих бафах. Как половина тринкетов не юзалась, так юзаться и не будет. Несмотря на какие-либо бафы, в принципе. Ссылочку, само собой, на эту статью я оставлю в описании. Можете сами полистать, поизучать, скинуть друзьям. На этом монолог свой заканчиваю. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Продолжение следует...